Всем огромный привет из Владивостока! С вами Константин, компания Priority Auto. Ну что, огромные поставки автомобилей из Японии продолжаются. Сегодня на нашей стоянке более 50 автомобилей, привезенных напрямую с аукционов Японии для наших клиентов. Такой огромный поток обоснован тем, что курсы сейчас низкие, конкуренция на аукционах не глобальная. То есть можно поторговаться и выторговать автомобиль в свой бюджет. И кстати о бюджете, друзья. На прошлом видео первая часть автомобилей до 1 миллиона рублей. Вы набрали более 1000 лайков, значит сегодня я снимаю вторую часть с подборкой автомобилей до 1 миллиона рублей. Около 10 автомобилей разных марок и моделей покажу в сегодняшнем видео. Все они будут до 1 миллиона рублей и цена будет фактическая. То есть не предположительно, что этот автомобиль можно забрать до 1 миллиона рублей. А конкретно этот автомобиль можно купить до 1 миллиона рублей. Такие автомобили вы и увидите в сегодняшнем видео. Поэтому друзья, спасибо вам за активность в комментариях предыдущих видео. Они мотивируют меня записывать новый видеоматериал. Спасибо за вашу поддержку и поехали! Первый автомобиль, про который я расскажу, более популярен в своем втором поколении. Более свежем, но там цена вываливает за 1 миллион рублей за все модификации абсолютно. А здесь перед вами автомобиль Toyota Siento первого поколения рестайлинг. Под капотом у данного автомобиля полтора литровый бензиновый двигатель на 110 лошадиных сил. И в данном случае у нас переднеприводная модификация. Двигатель работает в паре с вариатором. У этого автомобиля, так же как и у второго поколения, 7 мест. То есть это такой микровэн по типу Honda Freed, Honda Freed Spike. И клиренс у данного автомобиля 140 миллиметров. Расход топлива при данных показателях, там полтора литра двигатель 110 лошадиных сил передний привод, от 7 литров на 100 километров. И данный автомобиль мы приобрели для нашего клиента Антона с города Москвы. Автомобиль приобрели с аукционной оценкой 4 балла, как видите. С пробегом всего 35 тысяч километров. Вообще состояние практически нового автомобиля. Есть сильные царапины только по левому порогу. Вот они, здесь мы их видим. В остальном автомобиль в отличном состоянии. 2013 года выпуска. Двери боковые у него сдвижны. В данной комплектации у нас левая дверь идет автоматическая. Под задний ряд прячется третий ряд сидений. То есть вот с правой стороны он выдвинут. Можно посмотреть, как это выглядит. Ну и складывается все это комфортно под второй ряд сидений, чтобы получить, если нужно, большой багажник. Багажник действительно здесь большой, если убирается третий ряд сидений. Если, соответственно, он раскладывается от багажника, мы практически ничего не получаем. Есть небольшой такой ремкомплект, баллонники. Какая-то штука интересная. Пришел автомобиль на хорошей летней резине, на штамповках, колпаки. Правая дверь у него механическая. Здесь видим второй ряд. Ну второй ряд достаточно удобный, то есть это не лавка какая-то. И опускается он, насколько знаю, в ровный пол можно. Да, его можно в ровный пол в итоге сделать. А нет, в ровный пол нельзя, но трансформация у салона присутствует. Можно там разложить, чтобы перевести там что-то крупногабаритное. Ровный пол у нас практически получается, когда мы складываем третий ряд сидений. Такие вот красивые хромированные ручки у него. Доступ ключевой в данной комплектации. Также, как я и говорил, кнопка открывания левой автоматической двери заводится с ключа. Также у нас автоматический климат-контроль присутствует. Не штатная аудиосистема Eclipse. Вариатор, как я и говорил. У передних сидений есть дополнительные вот такие подлокотники. Здесь среднего бардачка нет. Есть система помощи при движении по снегу, типа сноу. Приборная панель у нас располагается посреди торпеды. Довольно неплохо выглядит для первого поколения Toyota Sienta. И здесь на приборной панели также видим 35 тысяч километров пробег всего. Ну и вот такой вот семейный экземпляр в хорошей комплектации с минимальным просто пробегом, в отличном состоянии обошелся примерно 1 миллион рублей. Да, действительно, этот автомобиль можно взять еще дешевле, но придется тогда пожертвовать либо годом выпуска взять постарше, там года 2010-2011, либо пожертвовать километражом, то есть пробегом. Он, если будет под сотню, то автомобиль, конечно же, будет обходиться дешевле. Но если хотите такой же автомобиль в идеальном состоянии, тогда это примерно около 1 миллиона рублей. Ну а если хочется автомобиль побюджетней, но также с высокой крышей, Кстати, такие автомобили мне самому очень нравятся за свое ощущение просторности в салоне и за свою вместительность в целом. Перед вами следующий автомобиль Suzuki Solio второго поколения. Перед вами именно 2014 год выпуска. Это рестайлинг второго поколения. Под капотом у данного автомобиля бензиновый двигатель объемом 1,2 литра. Мощность 91 лошадиная сила. Расход топлива у него составляет от 5 литров на 100 километров. И в данном случае у нас переднеприводная модификация. Двигатель работает в паре с вариатором. И клиренс у Suzuki Solio больше, чем у предыдущего автомобиля Toyota Siento, целых 145 миллиметров. Но посадочных мест меньше. Здесь нет комплектации на 7 мест. Здесь только 5-местные комплектации. Автомобиль мы приобрели для нашего клиента Андрея из Тюменской области. У автомобиля аукционная оценка 4 балла. Пробег 87 тысяч километров. 2014 год выпуска. Комплектация G-Limited. Кстати, задние боковые двери у этого автомобиля, как и у предыдущего, сдвижные слайд-двери. И также левая сторона у нас автоматическая. Также с кнопки ее можно открыть. И еще японец оставил в подарок комплект летней резины на штамповках, на колпаках. Здесь у нас также летняя резина, но на нештатных литых дисках радиусом 14. Также есть доводчик без ключевой доступ. Кнопка старт-стоп, пожалуйста. Система анти-юза. С кнопки, как и говорил, открывается задняя дверь. Немножко зажать нужно, она откроется. Также регулировка фар по высоте. Подстаканники дополнительные есть. Здесь у нас климат-контроль уже не автоматический. Все на таких механических крутилках. Заводим с кнопки старт-стоп. Нештатная аудиосистема Karazeria. Как обычно, перебивает меня японочка. Нештатная аудиосистема Karazeria. На приборной панели, смотрите, почти 88 тысяч километров пробег. Приборная панель, кстати, мне немного напоминает премио, алиончики. Что-то похожее. Вот эта подсветка синяя. Ну, в салоне вообще довольно неплохо выглядит. И какие-то даже опции есть. Все стеклоподъемники у нас электрические, водительская, автоматическая. Ну и вариатор. Располагается у нас ручкой селектора практически на торпеде. Ну, вот на всей этой приборной панели. Два бардачка. Верхний, нижний. Эргономичный салон. Тканевая обивка, кстати. Хорошие поддержки у нас. Хоть год 2014, но в целом салон в хорошем состоянии. Потолок светлый. И вот про что я говорил. Посмотрите, сколько места до крыши. Вот этим мне и нравятся данные автомобили. Плюс у них обзор вообще шикарный. Благодаря вот этим дополнительным окошкам. Такое ощущение, как будто вот этих стоек при визуальном таком эффекте их как будто нет. Вот когда сидишь и смотришь с водительского места, эти стойки как будто отсутствуют в твоем обзоре. И вообще практически ничему не мешают. За это они мне и нравятся, эти автомобили. Ну и цена, я считаю, шикарная. 680 тысяч рублей ориентировочно обошелся данный экземпляр. И я скажу, что это в целом средняя цена на подобный автомобиль. То есть, ну напишите свое мнение. Кстати, я часто не то что путаю, называю эти автомобили кейкарами. Да, действительно, друзья, чтобы получить звание кейкара, в Японии есть очень жесткие ограничения по размерам и объему двигателя для автомобилей. Ну а сам факт. Автомобиль небольшой. И у нас в России нету конкретных ограничений, что можно назвать кейкаром. Кейкар, также кейзидоса. Они получают свои привилегии в Японии за то, что попали в эту категорию. В России же никаких привилегий не получает кейкар. Там налоговых каких-то более меньших вычетов. Либо какие-то дополнительные парковочные места более дешевые. Нет, ничего в России этого автомобиля не получает. Поэтому это лишь мое мнение к этим автомобилям небольшим. Что-то типа кейкара. Вот и все. То есть, это не официальное утверждение даже от меня. Просто такое рассуждение. Поэтому, друзья, спасибо за понимание. Кто в комментариях относится с юмором. Либо с пониманием, что да, это не кейкар. Это уже хэтчбэк. Ну, на самом деле, официально это хэтчбэк. Но мы привыкли, какой хэтчбэк видеть. Типа Toyota Aqua, Honda Fit. Это для нас хэтчбэк. Едем дальше. Ну, собственно, минивэн. Который попадает под категорию кейкаров. Это Daihatsu Atrai. Шестого поколения. Рестайлинг 2014 год перед вами. У него под капотом турбомотор объемом 660 кубиков на 64 лошадиные силы. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой переключения передач. У автомобиля всего 4 места. Клиренс 160 миллиметров. Целых 160 миллиметров. И данная модификация у нас идет с полным приводом. Также есть вторая модификация, которая идет с задним приводом. Но я думаю, все-таки такой автомобиль стоит взять именно с полным приводом. Но особенно если у вас в городе такая гористая местность, как у нас во Владивостоке. Приобрели мы автомобиль для нашего клиента Ayrasas. С республики Башкортостан с аукционной оценкой 4 балла. Пробег 73 тысячи километров. Комплектация Custom RS Turbo 4WD. Также отличное состояние. Турбомотор, как я уже успел сказать. Большой багажник у этого автомобиля. Хоть и там K-Car, но это все-таки мини-вэн с огромным багажником. У которого нет особо подпола. Какие-то дополнительные карманы есть. Даже розетка есть, но подпола такого нет. Уже у третьего автомобиля боковые двери задние сдвижны. И у третьего автомобиля левая дверь автоматическая. С кнопки открывается, закрывается. Ну и просто огромное количество места на заднем ряду сидений. Как у настоящего мини-вэна. Здесь у нас даже японец резиновые коврики оставил. Огромное место от головы до потолка. То есть, опять же, очень вместительный автомобиль. Как я и сказал, здесь в данной модели только 4 места сидячих. Ну и в целом третьего можно пассажира посадить. Но вот прям комфортно сидеть. На заднем ряду будет очень комфортно вдвоем. Ну и светлый потолок. Светлая обивка салона. Тканевая она. Просто в багажник. Огромная просто люстра. Как опять же, как у Хайса какого-нибудь. Дверь так берем. Раз. И закрылась. Морда, кстати, у него симпатично смотрится. Есть противотуманные огни. Есть повторители в ушах. Заводится у нас с ключа. Кнопка открывания двери. Как я и говорил, боковой. Подстаканники дополнительные. У нас есть. Точнее, они не дополнительные. Они основные. Просто скрываются так. Закрыли заднюю дверь. Все стеклоподъемники у нас электрические. Один автоматический. И автоматический климат-контроль. Что не может не радовать. Автоматическая коробка переключения передач. Как я уже ранее сказал. Нештатная аудиосистема. Вообще шикарная. Часто встречаю у этих автомобилей. Ну, можно же сказать, что этот автомобиль как рабочий. И вот у рабочих автомобилей. Пробокс, Хайс, Ванет какой-нибудь. Часто встречаю крутые магнитолы. Вообще автомобиль. Ну, на самом деле, это довольно простой. Но японцы вот ставят себе шикарную музыку. Кстати, смотрите, японец только-только поменял масло в двигателе. 73 тысячи. Тысячу отъездил и выставил на аукцион. Еще 4 тысячи километров можно ездить до следующей замены масла. Штатные литые диски радиусом 13. Вообще жирнючая летняя резина здесь стоит. Ну и такой автомобиль. 2014 года с пробегом 73 тысячи километров. И аукционной оценкой 4 балла. Полный привод. На это стоит обратить внимание. Потому что полноприводные модификации. Они выходят подороже. Обошелся ориентировочно. 760 тысяч рублей. Со всеми расходами до города Владивостока. Вот такой вот кейкарчик. Ну, согласитесь, по размерам с предыдущим автомобилем. Они практически одинаковые. Сузуки Солио до этого был. Единственное, что могу отметить, что этот автомобиль поуже. Посмотрите, какой он узкий. Визуально, если смотреть снаружи. То есть, они не занимают много парковочного места. Они меньше загрязняют атмосферу. Потому что у них там малообъемный двигатель. Обратите внимание, в целом, то, что кейкаров нет гибридных толком. То есть, хороших гибридных автомобилей кейкаров их просто нет. Соответственно, что там с экологией. Насколько они меньше вредят экологии, такие маленькие автомобили. Я даже не знаю. Это вряд ли. Но это лично мое мнение. Поэтому тут, в России, звание кейкар могу отдать любому небольшому автомобилю. Потому что никаких привилегий. Катаясь на таких небольших автомобилях, кроме экономии топлива. И найти себе парковочное место где-нибудь в центре города будет легче. Других привилегий, наверное, больше не смогу найти. Ну и, конечно же, цена. Цена на них довольно доступная. То есть, 760 тысяч рублей за вместительный минивэн. Считаю очень хорошей ценой. Ну и далее, хэтчбэк, который я сегодня уже упоминал. Это Honda Fit третьего поколения. Под капотом в данной версии, которая сегодня перед вами, двигатель 1,3 литра. Бензин. 100 лошадиных сил выдает он. Расход топлива от 4 литров на 100 километров. Сегодня у нас переднеприводная модификация. Также можно получить полноприводную модификацию. И также сегодня у нас двигатель работает в паре с вариатором. Но есть варианты на механике. Клиренс у автомобиля 135 миллиметров. Обратите внимание, что у Fita клиренс меньше, чем у предыдущих трех автомобилей. Автомобиль 2015 года выпуска. Приобретен для нашего клиента Максима с города Челябинс. С оценкой 4 балла. Мы его купили с пробегом всего 66 тысяч километров. Что-то тут подназвечеркивали. Дополнительно отметку сделали. 65 493 километра. В общем пробег у данного автомобиля всего. У автомобиля комплектация G. Это самая простая комплектация в данной модификации автомобиля. И что самое удивительное для меня, друзья, внимание. Ключ. В данном лоте идет ключевой запуск. Это просто новшество на самом деле для меня. Все автомобили Honda Fit и Nissan Note. Я был уверен, только Toyota может страдать таким. Что во всех уже автомобилях идут кнопки старт-стоп просто. И Toyota делает в каких-то комплектациях ключи. В Fit всегда кнопки были. В нотах всегда кнопки были. Тут пришел экземпляр с ключом. То есть он с ключа открывается, закрывается дистанционно. Но именно завод у нас происходит с ключа. Также климат-контроль в самой простой комплектации у нас не автоматический. То есть механический климат-контроль управления. Точнее механическое идет у него. Кондиционер есть, конечно же. Пробег у нас подтвержденный 65 тысяч километров. Все верно. Нештатная аудиосистема Carazeria. Кстати, часто встречаю такую в Fitах. Вариатор. Ручка селектора в полу. Система автостопа у нас есть. Эко-режим. Система анти-юза присутствует. Коррекция фар по высоте. Салон у нас тканевый. Кстати, в очень хорошем состоянии. Боковые поддержки у сидушек Fit они прям такие мощнейшие. Мне очень нравится на самом деле. В каком качестве исполнен салон у Honda вообще в целом. И вот эти поддержки, ну они прям доставляют удовольствие. Все стеклоподъемники, кстати, электрические, водительские, автоматические. И это я говорю не просто так. Я уже ранее сказал, что Toyota вообще что-то по опциям изображает очень интересное. Удешевляя свои машины тем, что даже вот в самых простых комплектациях у Toyota Aqua, к примеру, стеклоподъемники задние могут быть механические. То есть крутилки такие, весла. Как у там Toyota Pro Box более простого, казалось бы, автомобиля. Но вот хорошо хотя бы вот этим-то Honda не страдает. То есть все стеклоподъемники в простой комплектации, а не электрические. И к разговору о хэтчбэках именно. Смотрите, тут вот крыша какая маленькая, да? То есть невысокая. От головы тут расстояние вообще буквально, ну палец. Но на заднем ряду достаточно много места. У Fit, кстати, достаточно много места. У Note, Nissan Note, если разговаривать о хэтчбэках, тоже достаточно много места. Это проигрывает вот в этой конкуренции больше всего Toyota Aqua. У нее меньше всего места по салону, как по мне. Довольно большой багажник. У нас здесь идет домкрат, баллонник, ухо. И запаска присутствует в данной модификации. В гибридных версиях этого автомобиля запаску вы точно не встретите. Пришел на хорошей летней резине, на штамповках, колпаки. Ну и данный экземпляр со всеми расходами до Владивостока 2015 год. Всего 65 тысяч километров пробег обошелся ориентировочно 790 тысяч рублей со всеми расходами. Да, действительно, раньше мы могли привести, когда 2015 год был проходным, такие экземпляры 1600-620. Но если в подобном состоянии брать автомобиль Honda Fit четвертого поколения, то там ценник на подобные модификации в таком состоянии от 950 тысяч рублей. Если же рассматривать гибридные модификации, то там сумма уходит свыше 1 миллиона рублей. Поэтому в третьем поколении Honda Fit еще доступен для заказа в бюджет до 1 миллиона рублей. И да, друзья, многие удивляются такому изменению цены. Раньше можно было этот Fit купить за 650 тысяч рублей. Сейчас вроде курсы просели, все вроде хорошо. Но Fit обходится 790 тысяч рублей. Друзья, я немножко углублюсь, немножко объясню. Дело в том, друзья, что за последние полгода, да, ситуация экономическая в разных странах находится на очень низком уровне. Включая и Японию, которая также пострадала экономически за счет там последних каких-то событий в мире, которые тянутся еще с 2019 года, на самом деле, с начала ковидных ограничений. Так вот, курс низкий на фоне продаж валютной выручки российскими экспортерами и также высоких цен на сырьевых площадках. И данный курс, он на самом деле уже даже не выгоден для России. И это только внутри в нашей страны, казалось бы, все хорошо, курс низкий. Взять ту же Японию. Когда-то за 1 доллар они отдавали 98 йен. Теперь им приходится отдавать порядка 148 йен за 1 доллар. То есть, насколько их валюта подешевела по отношению к доллару. То есть, им это не выгодно. То есть, они вынуждены продавать те же автомобили свои уже дороже. Им не выгодно просто задешево, за прежние цены отдавать свои автомобили. Также, что касается судовых компаний, которые доставляют ваши автомобили. Цена за фрахт выросла за последний, считай, год с 300 долларов до 1500 долларов. То есть, в 3-4 раза выросла цена на доставку автомобиля из Японии во Владивосток. За счет расширения штата, привлечения новых судов, поиск площадок для выгрузки этих автомобилей. Все это мега затратно. Ну и плюс, конечно же, все хотят зарабатывать. Плюс площадки во Владивостоке. Склады временного хранения, где должны храниться ваши автомобили, пока оформляются на таможне. Выросла цена с 7 тысяч рублей, на моей памяти где-то 5-7 тысяч рублей стоил склад. До минимум 21 тысячи рублей. То есть, опять же, в 3-4 раза выросла цена на склад временного хранения. И время, вот за этот срок, мы платили раньше 5-7 тысяч за 10 дней. Сейчас мы платим минимум 21 за 5 дней. И дальше идет перестой. И перестой там с 7-8 дня 3 тысячи рублей в день. И все это, конечно, влияет на конечную цену на автомобиль. И так посмотришь, в целом автомобили должны были вроде подешеветь. И в целом где-то даже они выгодно покупаются. Но, особенно взять вот этот сегмент, который недорогой, он как будто бы не изменился в цене. За счет вот этих всех удорожаний. За счет того, что в Японии есть какой-то повышенный спрос, да, по сравнению с двухлетней там давностью. И все это влияет на конечную цену, соответственно. Поэтому супер дешево мы сейчас не можем получить автомобили. Но мы можем их получить выгодно достаточно. Далее у нас идет мегапопулярный кузов мегапопулярного автомобиля. Именно этот кузов в свое время покорил весь Дальний Восток. И автомобиль в этом поколении стал очень популярным. А именно перед вами Toyota Corolla Fielder второго поколения в рестайлинге. Сегодня у нас представлен 2009 год. Под капотом 1,8 литра двигатель бензиновый на 136 лошадиных сил. Данная модификация, которая перед вами идет с передним приводом. Также возможно данную модификацию 1,8 литра бензин приобрести также с полным приводом. Двигатель у данного автомобиля работает в паре с вариатором. Клиренс самый, наверное, большой сегодня на данный момент. 150 миллиметров. 5 посадочных мест. Да, нету здесь комплектаций на 7 мест. Ну и расход топлива у данного экземпляра примерно от 8-9 литров на 100 километров. Данный автомобиль мы приобрели с оценкой 4 балла. В комплектации S Tower, Aero Tower, точнее, с пробегом всего 24 тысячи километров. Почти 25 тысяч километров. Идеальнейшее состояние автомобиля. Есть мелкие какие-то замечания по кузову. Но все это не глобально. Самое важное, всего 25 тысяч километров в пробег. Комплектация S Aero Tower R. Смотрите, на TRD-шных дисках нештатных идут радиусом. Где у нас радиус? Радиус 17-й на летней резине. Ну, можно было бы сезон покатать, но сезон уже закончен. Линзы в фарах, противотуманные огни идут у нас. Повторители в ушах также в данной комплектации. И в данной комплектации идет бесключевой доступ. Также, соответственно, у нас кнопка Start-Stop, также TRD-шная. Японец либо поставил, либо просто приклеил наклеечки какие-то, либо поменял ручку селектора переключения передач на TRD-шную тоже. Салон у нас тканевый. Ну, посмотрите, просто 2009 год. А он просто в идеале. Такой поддержки у нас идут такие под велюр, как будто. Ну, конечно, это, наверное, что-то около, но очень похоже. Кожаный руль. Все стеклоподъемники автоматические, электрические. Заводим. 25 тысяч километров. Это вообще просто идеальнейшее состояние для этого года. Это обязательно условие, что японка меня перебивает. Автоматический климат-контроль нештатная. Магнитола здесь стоит. Потолок светлый. Вообще, у Филдера довольно вместительный салон, если вот так вправо-влево. То есть для водителя, для пассажира, для задних пассажиров достаточно много места. Но посмотрите. Мне кажется, в сегодняшнем видео до потолка это самое меньшее расстояние. То есть мне, как высокому человеку, уже, ну, немного некомфортно. Но в целом нормально сидеть. То есть я могу еще немного опустить сидушку, если мне так нужно. Здесь механическое управление сидушкой. И вот расстояние уже больше. Далее у нас огромнейший просто багажник. С подполом идет у нас. Также у нас есть запаска, домкрат. Полный комплект, в общем. И багажник, смотрите, не затерт. Но все-таки 24 тысячи километров. Смотрите, ручка у нас идет. Раз, опустили. Два, опустили. И превратили все это дело. Далее в ровный пол. Закинули матрас и отдыхаем. Ну, а при клиренсе 150 миллиметров, в принципе, можно и на природу поехать. Ну, не сильно трудно проходимую местность, конечно, не заезжать. Смотрите, красивые стопы в этом поколении в рестайлинге идут. Ну, и диски вот эти на 17 вообще лишними на самом деле не оказались. Плюс красивый внешний вид. Вот такая реклама на самом деле получилась автомобиля, который будет у нас на продаже. Но на самом деле, мое мнение, оно независимое, непредвзятое. Это действительно надежный автомобиль, покоривший сердца прям, ну, реально, многих дальневосточников. Особенно мужскую часть населения. То есть, я думаю, со мной в комментариях будут многие мужики согласны, что это надежный помощник. Плюс по салону это уже не про бокс, это уже что-то более мягкое, что-то более интересное, красивое. И надежность. Ну, конечно, самое главное. Я думаю, вы меня поддержите в комментариях. Если вы захотите искать под заказ такой автомобиль с таким минимальным пробегом и в такой комплектации, то он обойдется в среднем в 800 тысяч рублей. Вообще, цена на них стартует с двигателем 1,8 литра от 700 тысяч рублей. Примерно 710-720 это за хорошее состояние, там пробег ближе к 100. Есть вариант еще рассмотреть полтора литровую бензиновую версию с передним, либо полным приводом. Там ценник начинается примерно от 620 тысяч рублей. Ну, а данный красавец будет стоять на продаже за 870 тысяч рублей. Он в наличии в городе Владивостоке и готов к переоформлению, либо отправке в другой регион. Следующий автомобиль у нас, автомобиль, который я уже упоминал ранее в этом видео. Самый главный помощник, который производится на внутренний рынок Японии, это Toyota Pro Box. Первое поколение и у нас здесь рестайлинг, который пошел с 2014 года. Но перед вами лот 2019 года выпуска. Под капотом у него, именно у этой модификации, 1,3 литра бензиновый двигатель мощностью 95 лошадиных сил. Работает данный двигатель в паре с вариатором и в данном случае у нас переднеприводная модификация. Но с таким двигателем 1,3 литра он может быть только переднеприводным. Клиренс у Pro Box 140 миллиметров. Расход топлива от 6 литров на 100 километров. Кстати, полтора литровые бензиновые версии могут быть как с передним приводом, так и с полным приводом. Комплектация у автомобиля DX Comfort. Здесь довольно богат автомобиль по опциям. Куплен для нашего клиента Сергея с города Уссуриск. Автомобиль с аукционной оценкой 4 балла и пробегом всего 34 тысячи, ну почти 35 тысяч километров. Никаких излишек даже в хорошей комплектации. Никаких линз фары. Никаких датчиков в лейбе. Ничего лишнего, что могло бы повысить бюджет данного автомобиля и вывести его из эконом-класса. Это все-таки рабочий автомобиль. Кстати, грузоподъемностью 400 килограмм. Пришел он на летней ЛТ-шной резине. Штатные диски. Штатная резина идет у него на 14. Без ключевого доступа, собственно, здесь нет. С кнопкой старт-стоп я эти автомобили не встречал. И все они приходят, вот все пробоксы приходят грязные. Как по салону, так же потертые багажники. Поэтому он, как и все наши автомобили, поедет на мойку. Смотрите. Но, а по комплектации DX Comfort. Смотрите, контроль выезда с полосы, контроль до впереди идущего автомобиля. Глаза за всем этим наблюдают с лобового стекла. Также есть система антиюза, корректировка фар по высоте. Пробег всего 35 тысяч километров. Штатный держатель под телефон. Обратите внимание, что он еще и выезжает подальше. Здесь можно какие-то вещи небольшие складывать. Такой вот столик здесь есть. То есть, вроде бы простой автомобиль, но вот эти все штуки, которые не встретишь в более богатых автомобилях. Бардачок, он всегда открыт, можно сказать. Но можно его распахнуть еще дополнительно. Подстаканники здесь под рукой. Здесь также нету какого-то центрального бардачка. И также здесь подстаканники есть. Стоит самая штатная аудиосистема, какая может быть. Просто здесь ловит только радио. Можно подключить все равно AUX. Есть автоматическая смена света фар с дальнего на ближний. Есть USB зарядка. Вообще, кстати, богатая комплектация на самом деле. Автоматический стеклоподъемник водительский. Но то, о чем я и говорил, у пробокса идут вот эти вот весла. У переднего пассажира и у задних пассажиров. Японец оставил видеорегистратор еще. Сидишь ты на задней лавке, может быть и свободно. Но вообще некомфортно. Дело в том, что эта задняя лавка назад не опрокидывается. Она опрокидывается только вперед. И поэтому как-то откинуться, сидя на заднем ряду, у вас не получится. Если только развалиться. Но до потолка, в принципе, здесь даже мне, высокому человеку, хватает. Поэтому, ну, в целом, по месту говорю, здесь довольно вместительно. Но некомфортно. Собственно, ради чего покупается данный автомобиль. Это грузоподъемность у первых 400 кг, во вторых, огромнейший просто багажник. И, как я говорил, все багажники, все багажники у пробоксов, они подзатерты, потерты где-то. Запаска у нас висит снизу. Ну и вот данный экземпляр 2019 года в хорошей комплектации. С пробегом всего 35 тысяч километров. Обошелся ориентировочно в 800 тысяч рублей со всеми расходами до Владивостока. Это, в целом, средняя цена сейчас на данный автомобиль. Далее у нас еще один недорогой вместительный и экономичный автомобиль. Это Daihatsu Tanto второго поколения. В данном случае у нас 2010 год выпуска. Вообще второе поколение выпускается с 2007 года. Под капотом у них 660 кубиков объем двигателя. Бензиновый он идет. И двигатель работает в паре с вариатором. В данном случае у нас переднеприводная модификация. Также данный автомобиль можно получить с полным приводом. И клиренс у такого автомобиля вообще шикарный. 160 миллиметров целых. Мощность двигателя 52 лошадиные силы. И в данном автомобиле, как у Daihatsu Atrai, который мы смотрели ранее, также официально 4 сидячих места. Автомобиль 2010 года выпуска покупали для нашей клиентки Василины. И автомобиль приобретен с оценкой 4 балла с пробегом небольшим 70 тысяч километров. 2010 год выпуска. Также, как многие автомобили в сегодняшнем видео, у этого автомобиля есть сдвижная слайд-дверь. И она автоматическая. Здесь отодвинул сразу, хотел показать место. Здесь много на самом деле, если отодвинуться полностью назад. Но если вы хотите получить большой багажник, вместительный, то вам нужно отодвинуть до конца вперед. И вы получите более большой багажник, если нужно что-то более крупногабаритное разместить. Далее переходим на правую сторону. И здесь уже дверь не сдвижная, а распашная. Вот такая ситуация здесь. И если вам нужно с комфортным сидеть, отодвинулись полностью назад. И посмотрите просто, сколько здесь места. Условно говоря, это тоже кейкар, да? Наши знатоки кейкаров, да? Что скажете? 660 кубиков, 4 места. Автомобиль довольно узкий. Попадает ли он под категорию кейкара? Потому что официально это хэтчбэк. Смотрите, сколько здесь места над головой. Опять же, это тот автомобиль с высоким потолком и шикарным обзором для водителя, про который я уже говорил ранее. И он идет на 4 места. Так что фактически это кейкар. Даже по японским меркам. Но он записан в категорию хэтчбэка все равно. Пришел он на летней резине. Повторители в ушах присутствуют. Также заводится с ключа. Но здесь идет смарт-ключ. Без него вы просто не заведете данный автомобиль. Также с ключа можно открыть сдвижную левую дверь. Но не сейчас, так как пультик у нас, батарейка в пультике севшая. Можем открыть с кнопки. Так же, как в нескольких предыдущих автомобилях. И так же, как у многих предыдущих автомобилей, есть скрытый подстаканник выдвижной такой. Вообще шикарно. Регулировка фар по высоте. Так же мы можем выключить эту функцию. И дверь просто не откроется. И смотрите, пультик у нас севший. Достаточно интересная вещь. Кнопки старт-стоп нет. Но нужно завести машину. То есть приложить не к чему. Да, вроде казалось бы. И если я пультик уберу, допустим, к себе на ногу положу, я не смогу провернуть ключ. Если я беру смарт-ключ, прикладываю, все, свободно проворачивается. Вот такая вот вещь в данном автомобиле. Нештатная аудиосистема. Климат-контроль у нас не автоматический. Механические крутилки. Есть автокондиционер. Подлокотник для водителя с небольшим таким бардачком центральным. И посмотрите, сколько здесь в целом бардачков. Раз, два, три, четыре, пять. Просто шикарно. Разместить все документы, все какие-то мелочи. Для всего найдется место в таком небольшом автомобиле. Пробег 70 тысяч километров. Приборная панель у нас практически на всю торпеду растянулась. Все стеклоподъемники электрические, водительские, автоматические. Ну и вот такой небольшой автомобиль вместительный. На сегодняшнее видео он вроде самый доступный у нас получается. В среднем такой автомобиль можно приобрести за 430-450 тысяч рублей. В таком хорошем состоянии. Средняя комплектация у нас идет. Можно взять комплектацию пожирнее. Там цена будет повыше. И еще один автомобиль, который я лично посоветовал бы приобретать, если бюджет у вас до 1 миллиона рублей. Это первое и единственное поколение автомобиля Toyota Corolla Rumeon. Под капотом у этого автомобиля 1,5 литровый бензиновый двигатель на 109 лошадиных сил. В данном случае у нас переднеприводная модификация. Двигатель работает в паре с вариатором. Расход топлива в такой модификации от 7 литров на 100 километров. Клиренс у данного автомобиля не сильно большой. 130-135 миллиметров в зависимости от наличия или отсутствия аэродинамического обвеса, который есть в нашем случае. Приобрели мы данный автомобиль для нашего клиента Вячеслава с города Новокузнецк. В комплектации G-ON B-Limited с аукционной оценкой 4 балла и пробегом 106 тысяч километров. Такой вот аукционик. Есть какие-то незначительные повреждения, замечания, царапины по кузову. Но в целом хорошая аукционная оценка 4 балла. По данной комплектации есть линзы в фарах. И на самом деле вообще стильный такой вариант получился. Смотрите, что Японец сделал. Он сменил штатные колпаки на какие-то... Слушайте, они какие-то не совсем пластмассовые что ли, не совсем пластик. Ну, в общем, он, смотрите, темный хром. Темный хром напоминают. И он как будто на литых дисках стоит данный автомобиль. Очень круто смотрится. Пришел также на летней хорошей резине. Повторители в ушах. Бесключевой доступ в данной комплектации. Также, что очень редко кожный салон данного автомобиля полностью обшит кожей. Дверные карты. Есть какие-то небольшие кожные вставки. Кожный руль. Кнопка старт-стоп у нас идет в данной комплектации. И про то, что я говорил в этом автомобиле. Мне просто нравится здесь все. Мне нравится здесь звук. Мне нравится приборная панель. Как он приветствует тебя, Румион. Вот эта вся вот картина в торпеде, да, посередине практически. Мне очень нравится. Нештатная аудиосистема Panasonic Strada стоит. Управление климатом тоже очень канонично здесь смотрится. И расположение ручки селектора переключения передач не совсем в панели, не совсем на полу. Так, в висячем состоянии, да, напоминает мне Toyota Sae что-то. Toyota Prius Alpha вот где-то здесь. И у Toyota Rumi он располагается ручкой селектора переключения передачи. В данном случае он переключает именно передачи вариатора. Что по звуку, друзья? Хорошо звучит. Даже радио. И даже в этой комплектации. Почему я обращаю внимание на звук именно в этом автомобиле сегодня? Потому что с хорошим звуком автомобили этих годов, там, 9-й, 10-й, 11-й, у Toyota, у Honda, мало кто может похвастаться. А вот у Rumi on стоит достаточно хороший звук. Плюс есть комплектации с наличием буфера вон там в стенке багажника. Так там вообще звук просто идеальный получается в штате. Поэтому я отмечаю, что у данного автомобиля мне нравится все расположение, вся визуализация вот этого всего. И наличие хорошего звука вообще все друг друга дополняет. Плюсом он в целом с виду смотрится довольно хорошо. В данной комплектации еще и стеклоподъемники все автоматические. Что касается места на заднем ряду сидений. Смотрите, опять же сидел шикарно на водительском сидении. Много места занял. Также сажусь за собой, за высоким водителем. Чувствую себя вообще отлично. И плюсом еще довольно высокий потолок. Поэтому, наверное, по вместительности на сегодняшнее видео, да, по сравнению с автомобилями в сегодняшнем видео. Вот этот автомобиль просто идеальный для меня на самом деле в свою цену. И плюсом у него еще довольно вместительный багажник. Ну, как я и говорил, японец, смотрите, оставил штатные колпаки. Видите, приобретал, как и не штат. То есть у нас стоят, наверное, японские оригинальные колпаки, но не штатные, которые в данный момент стоят. Ну, все вроде указывает на то, что это именно японские колпаки. Нету отметок, что это Madden in China. Я почему обращаю на это внимание? Потому что в Японии вот такие вещи, они все уже китайские на самом деле. Я был в довольно популярном магазине, автомагазине, автобакс. И там вот половина полок с товаром, да, они из Китая. То есть они произведены в Китае, да, там порог качества для Японии, конечно, выше, но как факт. То есть больше даже, чем половина там Madden in China. Еще важно обратить внимание, наверное, что здесь есть запаска, чего нет у многих современных автомобилей. Ну и вот такой вот красавец 2012 года выпуска. С пробегом 106 тысяч километров, аукционная оценка 4 балла, хорошая комплектация. Обошелся ориентировочно 770 тысяч рублей со всеми расходами до Владивостока. Ну а что касается вещей, произведенных в Китае и продающихся в Японии, так даже, пожалуйста, вот там Lexus стоит. Мы его обслужили. И вот когда меняли фильтра, на фильтре, который пришел с машины с Японии, было написано Madden in China. А здесь мы поставили японский. Поэтому Китай, ну на самом деле, он везде, всюду поставляет товары, которые производятся именно на территории Китая. Что ж поделать, это дошло и до Японии уже. Ну и раз рассказываю о бюджете до 1 миллиона рублей, пользуясь случаем, напомню, что мы возим и мотоциклы с аукционов Японии напрямую. На примере вот этого красавчика Yamaha Pfizer, который мы привезли для нашего клиента с города Жуковский. Его зовут Михаил. Мотоцикл 2016 года с пробегом всего 4,5 тысячи километров. Идеальное состояние данного мотоцикла. Также для заказа мотоциклы доступны любого года, хоть там 99-го, 2001-го, хоть 2018-го и младше. То есть у них нету проходных годов. У них есть таможенная сетка. Все зависит от их цены на аукционе, сколько пошлина обойдется. И все они выходят с ПТС-ками. Данный красавчик обошелся в районе 260 тысяч рублей. Со всеми расходами до Владивостока 2016 год. 4,5 тысячи километров пробег. Давайте проверим. Заводится. Работает. Завелся. Вообще без проблем. Конечно, это не скоростной какой-то, не супер дорогой. Но мотоциклы бывают и свыше 1 миллиона рублей. Поэтому в нашу сегодняшнюю рубрику до 1 миллиона рублей он, безусловно, попадает в эту категорию. И мотоцикл я на самом деле советую покупать к сезону, а не прям во время сезона. Потому что во время сезона летнего они очень дорогие, достаточно дорогие. Если его покупать там зимой, ранней, весной, то можно выхватить варианты подешевле. И, соответственно, он придет прям к сезону, чтобы полностью откатать на нем все лето. Если вы любитель данной техники и являетесь заядлым мотоциклистом. Ну и если вы хотите какой-нибудь мотоцикл с аукционов Японии, контакт нашего менеджера по мотоциклам Максима. Он у нас вообще универсальный солдат на самом деле. Его контакт в описании. Если нужно посчитать какую-то мототехнику, он вам обязательно ее посчитает. На самом деле сегодня еще могли попасть выпуск автомобилей до миллиона, как Honda Fit, как Toyota Rush, которые также привезены для наших клиентов. Но данные модели попадали уже в первую часть в категорию по бюджету до 1 миллиона рублей. Поэтому, если интересуют эти автомобили, я про них подробнее в первой части рассказал. Ссылку на этот обзор найдете в описании. Но у меня на сегодня все. Хочу подытожить только тем, что автомобили до 1 миллиона рублей. Их намного больше, чем я вам показывал, что в первой части, что во второй части. Поэтому все контакты наши в описании. Если интересуют автомобиль под конкретный бюджет, то наши менеджера с удовольствием вам помогут подобрать что-то в ваш бюджет. Также под видео вы всегда найдете ссылку на наш телеграм, ссылку на нашу страницу ВКонтакте, где мы выкладываем покупки для наших клиентов и сколько обходится тот или иной автомобиль. Поэтому обязательно подписывайтесь, если хотите быть в курсе событий всех. И также новости мы там размещаем. И под видео вы также найдете ссылку на автомобили в наличии, которые есть здесь у нас в городе Владивостоке. Все, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Спасибо, что остаетесь с нами, поддерживаете. С вами был Константин, компания Priority Auto. Увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч. Пока! Компания Priority Auto. Надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля. Покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto. Ваш надежный поставщик.